Вы сегодня посмотрите, и сами пройдете через это, как могло быть строительство этого кургана 2,5 тысячи лет тому назад, и для чего он делался. Все то, что вы увидите, это все очень близко к той документальной основе, что мы знаем об истории сооружения этого кургана. Поэтому научность здесь достаточно очень высокая. Попасть на территорию Салбыкской степи, знакомую многим жителям и гостям нашего региона, где расположена Салбыкская группа курганов с так называемой перимедальной формой, особенностью этого места можно и в реальном времени, увидев лишь часть культурного наследия, дошедшего до нас. Полномасштабную же модель событий, насчитывающую сегодня около 2,5 тысячи лет, можно всего лишь с помощью двух контроллеров и VR-шлема. Руководитель Республиканского национального музея Андрей Готли подчеркивает, что технические средства дают человеку четкое представление, как и для чего строился курган, на выбор есть две функции – наблюдатель и участник процесса. Там полная иллюзия того, что вы находитесь на территории этого памятника, и вы погружаетесь в историческую канву тех событий, которые происходили примерно 2400-2500 лет тому назад. Но вам же захочется в подлиннике потом посмотреть этот объект. Значит, уже задача будет решена приобщение нашего населения к историко-культурному наследию. А сейчас очень важно опробировать этот продукт, посмотреть, что нравится, что не нравится. Ну, люди все разные, по-разному все воспринимают. Там вы можете пострелять из лука, можете взять топор в руки и походить с этим топором по территории этого кургана, можете зайти в жилище, забрать там те предметы, которые там стоят. Ну, вот эти действия, они уже сами по себе интересны. Очень любопытно наблюдать, когда взрослые, серьезные люди ведут себя как дети. Ну, наверное, вот это и главная задача таких виртуальных проектов, чтобы мы с вами открыли в себе ребенка и желание удивляться и познавать. Опыт, который получает посетитель, явно не сравним с обычным посещением музея. Проект Республиканского музея рассчитан и на другие памятники федерального значения археологической территории. Какие именно из них разработчики представят дальнейшим специалистам музея, не раскрывая деталей. К примеру, это могут быть наскальные рисунки или строительные элементы. Сейчас рановато об этом говорить, потому что там же технически надо отрабатывать. Это не просто, но то, что есть желание. У нас только 15 памятников федерального значения на нашей территории археологического. Но надо разные категории показывать. Наверное, неинтересно одни и те же разные курганы показывать. Хочется показать, как делались наскальные рисунки, как, наверное, заготавливался камень и строительные элементы. Потому что действительно очень много вопросов, а как такие огромные глупы Салбыхского кургана доставлялись до места сооружения, как они сооружались. Но много вопросов-то интересных таких возникает. Жизнь древнего поселка, каким образом происходило, как они строили дома. Ну вот для этого и есть подобные инструментарии. Константин Аникин, Владимир Чабодаев. Новости.